Вопросов местного значения много. Необходим ремонт дорог, систем водоснабжения и освещения, благоустройство дворов и так далее. Решить эти проблемы и призвана программа поддержки местных инициатив. Об этом говорила на встречах начальник финуправления Куэргазинского района Альфия Зыкова. В реализации проектов основную финансовую помощь оказывает республика до 1 миллиона рублей. Однако, чтобы ее получить, средства должны вложить как сельское поселение, так и сами жители и спонсоры. В итоге можно реализовать самые смелые идеи, говорит консультант Азнабай Бадамшин. Успешность данной программы еще на стадии пилотного проекта он проверил на практике на своей родине в Зянчуринском районе Башкортостана. Республика выделяет 300 миллионов рублей на условиях конкурса. С одного сельского поселения может участвовать один населенный пункт и претендовать на 1 миллион рублей. Минимум от запрашиваемой суммы республики население должно собрать 3%, а 100 баллов по этой статье будет, когда он будет вносить население, 15% от запрашиваемой суммы. Также местный бюджет минимум должен вкладывать 5%, чтобы набрать 100 баллов, 15%. И у спонсоров минимальной суммы нет, максимум 15% от запрашиваемой суммы республики, если соберут, то тоже будет 100 баллов. В селе Новому Рапталово, казалось бы, очень развита инфраструктура. Однако, как говорится, в хозяйстве все пригодится. Тем более, что здесь проживают около полутора тысяч человек. Поэтому идей у населения еще на предварительном собрании было много, говорит глава сельского поселения Оскар Кинжалеев. Основными вопросами предварительно, и в прошлом году мы участвовали, это асфальтированные улицы. У нас есть необходимые улицы, есть которые улицы вообще не асфальтированы, просто гравийная подсыпка имеется. Также актуальные вопросы у нас необходимы. Есть инициативная группа, которая предлагает купить трактор. На итоговом собрании нужно было принимать окончательное решение. При этом граждане не только вносят собственные средства, но и имеют право контролировать ход реализации проекта. Путем открытого голосования новому Рапталовцы единогласно решили облагородить и огородить сельское кладбище. Такие святые места должны быть в порядке, считают жители. Тем более, что нельзя упускать шансы воспользоваться поддержкой на таких выгодных условиях, говорят здесь. Я думаю, как дали нам такую возможность, надо использовать. От этого давно мечта народа. По предложению самих же жителей, для реализации проекта с каждого двора решено собрать по 500 рублей. Но это еще не все. Проект должен будет пройти конкурсный отбор. Для того, чтобы выиграть экспертные комиссии, нужно представить не только протоколы собраний и фотоотчеты. Должно быть предусмотрено трудовое участие инициативных людей, спонсорская помощь, а также нужно подготовить творческие работы по данной проблеме. Все это увеличит шансы на победу. В ходе встреч уточнили о выполнении еще одного требования. Земля, на которой планируется реализация проекта, должна быть оформлена в собственность сельского поселения. Например, еще на предварительном сходе граждан сели Отрада было решено создать парк на территории сельского дома культуры. В ходе анкетирования 80% населения проголосовали за данную идею. Однако оказалось, что земля не оформлена, а на это требуется время. Поэтому данный проект отложили на следующий год. На данном участке будет проведен дополнительный опрос населения. Проект сам замечательный. Я, например, когда про него услышал, я загорелся. Как бы вот, наконец-то, мы этот вопрос, все-таки, я здесь 30 лет живу, 33 года, да, и все время этот вопрос, как бы, он, вот, ну, висит. И вот, наконец-то, вроде бы, появилась возможность немножко что-то тронуть, потому что вопросов много. В 30 километрах от районного центра расположен один из самых крупных сельских поселений – Якшимбетовский сельский совет. Он включает 18 близлежащих деревень. Только в самом Якшимбетово расположено 267 дворов. Здесь проживают около 900 человек. Жители активно пришли на собрание по выбору приоритетного для села проекта. Вместо положенного 10% населения пришли намного больше. Это еще раз подтвердило о неравнодушности жителей к судьбе своей земли. На собрании еще раз ознакомились с условиями программы, услышали ответы на интересующие вопросы. Идея проекта у населения рассматривалась еще на предварительном собрании – это приобретение трактора. Техника, конечно, есть в хозяйстве «Искра», но она в первую очередь предназначена для сельскохозяйственных работ. Трактор – это сегодня необходимость. Необходимость в том плане, что самый заснеженный район у нас – это, во-первых, очистка снега внутри населенного пункта. Это школы, по детским школам, к водоему пожарному – это обязательно, мы каждый день чистим, пошли. Детским садам, таким учреждениям трактор зимой нужен. А вот на летнее время мы хотим организовать вывоз мусора по расписанию, чтобы вывозился твердый бытовой отход. В итоге единогласным решением утвердили проект приобретения трактора. Населению он обойдется в 300 рублей с каждого двора. Сбором денег будет заниматься инициативная группа, утвержденная на собрании. В части внесения средств местного сельсовета готов помочь муниципалитет. Теперь конкурсантам остается убедить конкурсную комиссию в необходимости данных проектов. Все документы нужно сдать до 1 марта. В мае будет подведен итог.